2020 год высветил все изъяны нашей политики в том числе у нас оказалось неоправданно много заблудших людей людей у которых сознание девственно вот история она же предполагает определенное понимание политических процессов оказалось что у нас в обществе немало людей с очень низким уровнем исторической правовой и политической грамотности можно вкладывать что хочешь куда можно вкладывать любой бред понимаете и в этой связи конечно принятие таких законопроектов она представляется это дело мне представляется чрезвычайно важным ну и кроме того до ответственность за отрицание геноцида белорусского народа я в этой связи просто вот завершая нашу сегодняшнюю беседу вспомним одну поездку в германию где в числе представителей госорганов если экспертного сообщества с разной точки зрения были и руководители так сознательно сделали организаторы это был мид фрг значит были руководители наших оппозиционных сми все же поскольку несмотря на то что эти люди уже за рубежом до скрываются но разговор имел приватный характер вот и я вспоминаю как декан у одного из наших вузов редактор одной незалежной газеты значит а я слышал их разговор значит внушал что вы ведаете ну трэбаж дать незалежную оценку колькости загибных у великой очинной войне ну не три миллиона ж конечно на шмат меньше ну максимум миллион понять в чем дело и вы понимаете с какой целью это делается понятно вот уменьшая количество дальше выяснится что миллион а лишь там было белорусов не шмат в основном габреи и геноцида не а инжа инжа это военно-полонная советская армия разумеется я ныж так сама повинны нести отказности на же ты коммунистичные погоны одели и вот я понимаю к чему ведет это извращенная гадкая предательская логика итоги они придут к тому что вообще никаких преступлений здесь никто не совершал мы это все сами выдумали ничего этого не было если на выиграли американцы и если бы не партизан этой хатынь бы не сожгли а войну выиграли американцы потому что они нам осуществляли поставки по ленд-лизу есть не поставка по ленд-лизу и простой армии было бы ничего есть она бы разбежалась все мы это прекрасно понимаем потому что история это фундамент современной политики как бы мы не относились к событиям прошлого поэтому нашу историческую память и правду наш взгляд на историю надо защищать иначе просто-напросто народ превратят в стадо овец которых удобно будет стричь